друзья всем привет если вы захотели мясо и у вас его нет вы можете пожарить картофель и пожарить его давайте так скажем по особенным по узбекски для этого нужен просто картофель все остальное покажет узбекская домохозяйка как сделать картофель вкусным спонсор выпуска носки из верблюда вот такие вот который спасает от холода в этот летний день меня картошка у нас не простая узбекская или не узбекская не узбекской российская друзья но приготовлено по узбекски и еще виновник того что мясо будет похоже ой мясо что картошка будет похоже на мясо он то бутылочка в нем находится зигирь на и масло приступаем особый рез именно если так резать вы получите не картофель а мясо уже в готовом варианте да Солим по вкусу. Крупной солью. Это что такое? Зира? Да. Чуть-чуть зиры. Ну все, это точно мясо. После зиры картошка превращается в мясо. Переместились на улицу. Пытаемся зажечь казан в казан. Спичками сырыми. Девятнадцатые спички зажгли. Все, нагреваем казан. Так, первым делом, какое масло у нас? Зигирь. Сколько его нужно? На глаз все. Все на глаз. 150 миллиграмм или больше. Зигирьное масло придаст вкус. Оно сделает свое дело и превратит картошку в мясо. Обычное растительное подсолнечное масло. Все на глаз. Налили около полтора... Нет, около литра, наверное. Друзья, еще один совет. Если реально хотите не мерзнуть, покупайте носки из верблюжьей шерсти. Очень теплые. Закинули луковицу, чтобы прокалить масло. И луковица отдаст свой аромат маслу. Закинули цыг. Налиноватся. Маленькая. Приятного аппетита. Очень вкусно. Маленькая. Паутина. Мальцы. Маленькая. Ричмоли. Мальцы. Маленькая. 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 тем временем картофелю нарезали мелко-мелко лук отдали его уксусом но обычный лук как для маринада используется и мелко нарезали укроп все это перемешивается т.к. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мясо готово, друзья! Кто ел самаркандский плов, он знает, про что я говорю Друзья, приступаем! Еще раз повторюсь, кто ел самаркандский плов, тот знает, про что я говорю Представьте, что вы едите тепло Это реально мясной картофель Просто мясной Она не пересушенная Внутри, вот под корочкой, находится пюре Пюре, пропитанное маслом зигит Обязательно к мясу берите лук Потому что мясо нужно есть с луком Реально это шедевр Вот это шедевр Все просто, но это реально так вкусно и мяса не нужно Еще чуть-чуть лучка берем Мясо Ничего выдумывать не надо, да? Тебя уже все придумали Так что, если у вас проблемы с мясом Картофель, картошку на зигильном масле И проблемы исчезнут Это реально очень вкусно Надеюсь, вам рецепт очень понравился Узбекский рецепт Как готовят картошку в Узбекистане По крайней мере, в этом районе, где мы сейчас живем Но это очень вкусно Можно, в принципе, использовать любое другое масло Как курдючное, так и хлопковое, подсолнечное Но именно зигильное масло придает, не забывая, вкус вашей картошке Всем пока, до скорых встреч!